привет всем благослови себя господь и сохраняйся господь я хотел поговорить и про последствия греховной жизни я сегодня разговаривал с человеком и мне задают вопросы как так короче почему это случилось почему так все происходит моей жизни где был бог когда когда это случилось где был бог когда там умерла один человек умер где был бог когда мне нужна была там помощь где был бог когда когда я молился за человека и там что-то не происходило где был бог у меня сразу такое в голове сказ за такое было я скажу сначала своими словами бог он хочет чтобы мы остановились на путях наших покаялись пришли к нему и началась жизнь с ним человек спрашивает где был бог и он еще верит в бога он спрашивает ему сразу задал вопрос вот и веришь богу ты знаешь еще слово божие черт библия говорит это 1 2 ты идешь за богом ты идешь как бог говорит ты делаешь как бог говорит и читаешь библию молишься твои поступки соответствующие писанию это происходит твоей жизни слово действует в твоей жизни это тоже очень важный момент из-за этого греховное последствия греховной жизни это конечно смерть дьявол пришел на эту землю как это все случилось чтобы украсть убить погубить он крадет нашу веру в бога потом он обворовывает нашу жизнь он начиная с ну здоровья может зависимости туда-сюда а конечно самая цель которую он преследует в каждом из нас это от чтобы мы попали и горе он ненавидит все поможет он значит его тоже ждет огненно не тоже его ждет нас не ждет мы верим бога мы на суд не попадаем потому что иисус христос говорит мы наши имена записанную книгу жизни мы идем за богом и хотим умереть для себя чтобы он жил нас нам это надо сделать но последствия греховной жизни это или последствия греха это смерть это уже от на этой земле катастрофа не а то это было моей жизни и многих в этой земле ну а дальше идет другое потому что мы все должны об этом подумать родители должны подумать дети должны подумать бабушка должна подумать дедушка должна подумать что божье слово она действительно и через него приходят люди к покаянию и правильный путь происходит жизни если этого не проходит и не произойдет в жизни человека будет катастрофа последствия греха беззакония ваши произвели разделение между вами и богом вашим и грехи ваши отвращает лицо его от вас чтобы не слышать книга пророка исаи 59 глава 2 стих я хочу еще раз повторить это беззакония ваши произвели разделение между вами и богом ваш и грехи ваши отвращает лицо его от вас возмездие за грех смерть что такое грех непослушание богу а дар божий жизнь вечная в христе иисусе господи нашим послание к римляне 6 глава 23 стих как один человеком грех вошел в мир и грехом смерть грех вошел мир и грехом смерть так и смерть перешла во всех человеков потому что в нем все согрешили послание к римлянам 5 глава 12 стих последствия греха это смерть а жизнь вечная через иисуса христа если мы не идем за богом вообще ничего не делаем что бог говорит у нас жизнь превращается в ад и там катастрофа происходит и часто люди винят бога почему бог 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 так сделал ну ты же если ты веришь бога но ты должен читать писание должен молиться должен идти за богом а если это не происходит происходит каос конкретной жизни каос до конца до всего из-за этого думать и сейчас все родители дети бабушка с дедушкой все кто это слышит вам надо принимать решение последствия за грех это смерть огненного озера и на этой земле будет катастрофа если мы веруем в бога мы не отрицаем говорим да веруем ну пас ну поступки мы не знаем писание мы не можем дьяволу ответить на егошние стрелы если он говорит тот и такой что ты вообще хочешь ты не достоин сарса ты конченый человек а библия говорит я сын живого бога бог оправдал меня и теперь я буду наступать на змеи бог будет через меня не я бог через меня и будет говорить через меня и море будет в уходите по воде было ходить и будет чудеса происходи уже происходят чудеса но мы должны дать богу двигаться через нашу жизнь и дать богу жить в нашей жизни если мы это не дадим тогда будет катастрофа последствия это катастрофа и ничто мы своими делами нельзя это хотел я сегодня передать чтобы последствия греховной жизни это от огненное озеро непослушание бога это смерть все одумайтесь чтобы вы пришли в себя потому что если не будем идти за богом мы не можем тоже винить бога потому что мы не идем вот библия мы должны разобрать ее даже на библия должна жить в нашем сердце молитвы божие движение тогда бог дает нам жизнь и путь и истину как это все стоит но если мы это не делаем происходит каос в нашей жизни и не надо винить бога потому что бог хочет чтобы у нас все было хорошо он призывает всех покаяться чтобы мы шли к нему шли и держались за него не то что уже шли на держаться за него потому что зима не будем держаться мы отпадем или еще чуть но это надо делать и все если это мы не делаем последствия греха это смерть катастрофическая смерть из-за этого господь пускай сейчас все это услышали чтоб шли за тобой чтобы последствия греха мог можно остановить чтоб шли за тобой верили в тебя начали новую жизнь тобой который есть путь истинная жизнь приняли иисуса христа как своего спасителя и шли за ним читая библию наполняя словом молитва движение божие прославление и жизнь вечная на небесах с нашим отцом небесным благословила всех господь и сохрани во имя отца и сына и святого духа аминь потому что правильный путь жизни с господом с иисусом христом все остальные пути я перепробовал меня они заводили в тупик если бы бог не мешался мою жизнь если бы я не дал богу двигаться через мою жизнь моя жизнь была бы все может быть я с вами не мог бы это вам больше передать